Доброе утро, дорогие друзья! Просыпаемся, заряжаемся положительной энергией, настраиваем сегодня себя на позитив. А с вами самая лучшая, самая интересная передача – это был «Танай». Анастасия Серикова. Дорогие друзья, а какая будет погода за окном сегодня, узнаем из нашего прогноз погоды. А урой болжамы на кизик беремись. Анастасия Серикова. Анастасия Серикова. Анастасия Серикова. Анастасия Серикова. Анастасия Серикова. Позвоните, пожелайте доброго утра своим самым близким людям, ну или поздравьте днем рождения, да или даже просто позвоните и спросите, как дела у нас, мы также с вами с удовольствием будем разговаривать. У нас есть также свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или посмотреть архив. У нас есть свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или поздравить. У нас есть свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или поздравить. У нас есть свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или поздравить. Чтобы утро было более прекрасно, включайте наш телеканал и послушайте музыку вместе с нами. У нас есть свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или поздравить. У нас есть свой сайт, на котором вы можете просматривать все программы в режиме онлайн или поздравить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Значит, существует несколько причин, почему нужно делать утреннюю зарядку. Я вам сегодня их озвучу. Первое, это более 90% людей, делающих зарядку утром, улучшает свое состояние и результаты в спорте. Представляете, то есть утром вы сделали зарядку, а вечером пробежали еще больше, чем вчера. ДимаTorzok 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 Что это такое? Жгут, резина помогает полностью также разогреть организм, мышцы растянуть и подготовить как к бросковой, так и к ударной работе. Базовые движения у нас, то есть попеременно выполняем лыжником. Начинай. Вытягиваем руку вперед и назад. Руки у нас прямые, стараемся в локтях не сгибать. Это упражнение очень полезно как для спины, так же для трицепсов. Идет проработка полностью всего плечевого сустава и хорошо подготавливает к основной работе. Сейчас мы будем прорабатывать грудные мышцы и бицепс. То есть с оттягиванием плеча вытягиваем к себе резину и разворачиваемся на себя полностью. Начинай. По переменам выполняем левой и правой. Как я уже ранее говорил, здесь прорабатываются у нас как и бицепс, так и грудные мышцы, мышцы спины. Данное упражнение у нас также направлено на плечевой сустав. Мы пытаемся обвить жгутом, либо резинкой плечевой сустав. Тем самым нагружаем как трицепсы, так и бицепсы. Сейчас мы разогрели мышцы и подготовились к основной работе. С вами была Анастасия Серикова. Увидимся в следующей рубрике. Слушайте, ну после такой зарядки невозможно не проснуться. Я думаю, что сегодня все ее выполнили с большим удовольствием. Зарядились, проснулись. Это, напоминаю, главная задача зарядки – все-таки проснуться, пробуждение организма. Ну а теперь самое время позавтракать под музыкальную композицию, например. Спасибо за просмотр! 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 ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казыр Ахмед Байтурсону Атындағы Костанами Унерлик Универсиеттің Қабырғасында орын аласқан жақында, жақын арада ашылған десертасылық кенесінің құрамына 12 ғалым кереді. Ол төріға, төріға орын басары және ғылыми қатшы жалпы 12 ғалым. Соның алтауы енді үйелу пайызды байтуға болады ол біздің универсиеттің мамандары, профессорлары жартысы, алты ғалым. Олар алматты орын аласқан ұлттық ағыралық универсиеттің, профессорлары және сәкен сейфолын атындағы ағыралық техникалық универсиеттің, профессорлары және ғылыми зерттеу универсиеттердің, институттардың мамандары кереді. Баста ғылыми жұмыстардың бағыттарғын дей? Бағыттар біздің универсиетті мамандары соңғы бір 5-6 жылда бірталай тақырттарды, бірталай ғалымдарды, бағыттарды алға жүргіздеп айтуға болады, дамыту жұмыстар жасалды. Ол ең бірліші келісім шарт бойынша жұмыстар жасалында бұрынғы затихни елит, және қазір ауыл шаруашылық, және мал шаруашылық өнімдерінің технологиясы бойынша бағыттар, мұнау шаруашылықтармен тұғыз жұмыстар салыны батыр, мұнау программын целей бойы финансиерінің дейт, ұнау арнайы бағдарлама бойынша мақсаттарымен құжаттандыру, және қаржыландыру бойынша жұмыстар салыну, және ғылыми білім министерлігі бойынша және ауыл шаруашылық министерлік бойынша бөлінген тақырыптарды іске асыру орындау, бойынша жұмыстар жасалына. Ол микробиологиялық, иммунологиялық, және мұнау шаруашылықтарды ұғы орналасқан малдардың иммундық мәртебесін анықтау. Жалпы қазір уақыты жоғар оқу орын бетіретін кезгелген студент, әрғарай білімін дамытып шындағысы келеді, ол магистратуру құқы түсет, оданген докторант тұраға да бақсынып көрет, дәл осы докторанттық диссертацияда қорғау үшін қандай талаптар қойады негізге? Қазіргенді біз соң ғоң жылда үш дүнгелі дейді, ұршайтықында 3-ступенчеті бакалавериат специалитет, және магистратура, докторантуры деген дүнгелер бар. Ол шетелдік жүйеді байтуға болады. Енді қазір бізде да еңгізілген бізді елімізде. Ең алдымен бакалавериат білтіргенен соң студент университет түліктері магистратураға түсет. Останай өнерлік университетінде ағырарлық салада жермадан астам магистратура, магистратурыда білім беру бағдарламарға бар, жағдай бар, үйімдастырылған және, докторантурыда бар. Докторантурыға түсі үшін еңбірінші магистратуры бітыру керек студенттер. Және, докторантурыда үш жылу ұқиып, олар үш жылу ған сон, олар зашитіға дайындалады қорғауық процедурысына. Сонда, үш жылда, үш курста кем дегенде екерет стажер оққы, үйімдастырылға қажет, ол шетелді дамыған елдерде, университеттерде, және, ғылыми мекемелерде өтуге тиісті. Және, сонан-сон, үш жыл бойы оқығанда, аяқтағанда, кем дегенде жеті ғылыми мақалылар дайындалу тиісті. Соның бірі, кем дегенде бір мақала, ол жоғары рейтингтет, жоғары дамыған журналдарда оларға қатан талаптыр қойлады. Сол журналда бір-екі мақала дайын болуға тиісті. Қазіргі соңғы бір жарып жылда, кем дегенде 25% деген бір наука, ғылыми метрикалық көрсеткіш бір, ол да қазір еңгізілді. Талаптар жалпайтыққанда, талаптар өте қатан жылдан жылға. Мен ойлайымын ол дұрыс, өткені болашақтың мүндесі де болейм, біздің елімізді мүндесі сапалы мамандар дайындау үшін ең бірінші оқытушыларға, оқытушыларда қатан талаптырға сәйкес болуға тиісті. Әрін, сіз бен толықта келесем. Бүгінгі күні магистратуруға оқытсы бұл жатқан ауылы шаруашылық, малы шаруашылыңда болсын. Ялмасы докторантуруға оқытыскен студенттер, абитуренттер бар ма? Бүгінде санығанша жалпы білім алу дендей қалай болып жатыр жастарға көмінің үсті олы ма бүгінде? Дәл осы сау өзіңіздің атқарып жатқан салап ойынша? Көмінесе, қазіргізді енді осыдан 15-20 жыл аяқталған бұрын университет түліктерімен салыстырғанда қазір енді. Қазіргі түліктер мен ойлаймын, университет түліктер өте. Қазіргі заманға сәйкес талаптарына шет тілдеріне көңіл бөлет. Және мұнау шет тілдегі дамыған елдерін университеттермен тұғыс байланысты және конференциялар өте мол үйіндастырлады. Білемдеген, білімге күштарлығы бар студенттерге мен ойлайым, қазір жағдайлар толыққа растырылған. Егер оқиым деген білімге ынталы бар, тұрсатын баллар бейікке жететте ойлайым. Демек, мүмкіндіктің барлық қазір уақытта бар, оқиым деген студенттерге? Ие. Өтір жасын. Аға өшерін әңмемізді тұрғы, дәл қазір кезікті әсеменге бірек, одан кен жалға сұраты мұламыз, арнамыз алыстымағызар. Убидимсі, через несколько минут. Өтір жасын. Өтір жасын. Өтір жасын. Өтір жасын. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54-39-04. Звоните. Ну а кто еще сегодня нас гостях? Расскажет Боргат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Болгат. Субтитры создавал DimaTorzok Боргат. 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 Боргат. Субтитры создавал DimaTorzok Боргат. Субтитры создавал DimaTorzok Боргат. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Боргат. Боргат. Субтитры создавал DimaTorzok Боргат. Боргат. Республика. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 внутреннего состояния, ему становится более удобно. То есть какие-то воспоминания, допустим, о родных, о близких, хорошие воспоминания, они дают какие-то свои плоды в будущем, какую-то уверенность человеку идти дальше, можно сказать так. Как вы пришли к фольклорному пению? Вы как раз были тем ребенком, чьи родители пели эти песни, да? Вы слушали их? Да. У меня бабушка исполняла в таком количестве частушек, кто-то любой, да, проснулась? Да, допустим, что вот я, допустим, сама уроженка поселка Затобольск, я сколько смотрела, никто перепеть ее не мог просто-напросто. То есть она была такая, она знала очень много песен народных, она сама была, они приехали сюда на поднятие Целины в 54-м году вместе с дедушкой, дедушкой из Москвы, она из Минска, которая, можно сказать, такая, может... В общем, получилась моя мама, дядя и тетя, и они все любят петь, все. То есть у вас вся семья поющая? Да. То есть как бы здесь абсолютно ограничений никаких нет, то есть дядя прекрасно владел гитарой, он также и пел, мама пела в ансамбле в свое время, то есть тоже исполняла песни там на английском, на французском языке, то есть были такие периоды, когда только стали вводиться такие произведения. В общем, а бабушка она, так как я... Подразила, в общем, всех этим талантом и творчеством, да? Да, ну народная песня, прежде всего, наверное, передалась меня от нее, потому что как бы ее любовь именно к народной песне, вот она до сих пор находится во мне. Я думаю, что она мне просто ее отдала. Передала вам по-насамбле, да? Да. Слушайте, я предлагаю посмотреть ваше выступление, чтобы наши телезрители увидели. Внимание, на экран. На экран. На экран, на дозор, утро. Лети, пташка, канарейка, лети в гору высоко, Сядь на яблоньку кудряву, Сядь на ветку зелену, Сядь на яблоньку кудряву, Да, на ветку зелену, Пропой, пропой мне песню, Спой про горькую любовь. Евгения Сергеевна, что это был за концерт? Я знаю, что у вас недавно был большой сольный концерт. Это он? Да, это онлайн-концерт, который проходил 4 сентября в областной филармонии. В общем, тема концерта была «Родная земля». То есть хотелось, так как я здесь родилась и выросла, Хотелось рассказать о красотах нашей земли. То есть концерт был посвящен всему, Все произведения были посвящены какой-то степени природе. То есть «Сохрани земля», Потом «Лети пташка-канарейка», То есть какие-то определенные произведения, «Остяга-стага». То есть все, То есть насколько, например, народ, русский народ, Выражает свою любовь к родной земле в произведениях. То есть это же в каком-то смысле и сравнение. Сравнение, вот в данном случае было произведение «Лети пташка-канарейка», Оно довольно-таки старинное, руссконародное произведение, казачье. «Лети пташка-канарейка», То есть описание той же самой пташки и судьбы человека. То есть сравнение, идет сначала сравнение, допустим, Птицы и судьбы. То есть зачастую народ всегда сравнивал себя с природой, Прежде всего, что его, конечно, окружает. И концерт, конечно, посвящен этому. То есть любви, прежде всего, к родине, к родной земле, Где человек вырос. Актуальное как раз сегодня. Да, то есть как раз сейчас идет сбор урожая, То есть как бы тоже все это выражается и в этом прежде всего. Я знаю, что есть еще один отрывок. Давайте посмотрим. Слова графа Толстого, музыка Виктора Захарчева. Толстого, музыка Виктора Захарчева. Толстого, музыка Виктора Захарчева. Евгения Сергеевна, вот как проходит подбор песен? Как вы выбираете, по душе или как-то ваши поклонники, зрители, фанаты просят? Ну, вообще, если знаете, не хотелось бы раскрывать, но хочу рассказать немножко. Чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть поделитесь. Зачастую человек, когда приезжает сюда, он привозит свою культуру. И эта культура или приживается, или не приживается. То есть, если на тех же самых застольях любят эти произведения, то значит и народ его любит, и на них реагирует. Вот прежде всего, это, наверное, Маиф как фольклориста, прежде всего исследование. То есть, эти исследования, они подтверждаются на произведениях. Я провожу какие-то ряд, допустим, каких-то, ну, подбор песен, да, допустим, определенных, которые существуют на территории России, да. Вот. Если эти произведения действительно любят здесь, то они тут же открываются. То есть, эти произведения поются прежде всего. Второе. То есть, это, опять же, любовь к песне. То есть, насколько человеку, насколько мне нравится эта песня, насколько она мне по душе, насколько я знаю, что люди ее полюбят. И прежде всего, хотелось бы исполнять не для себя, а для людей. Да, конечно, внутренние переживания какие-то есть, но, опять же, я все-таки ориентируюсь на то, чтобы нравилось людям. То есть, получается, все-таки вы поете то, что хочет слышать народ. Да, это прежде всего, потому что народ и является ценителем моего творчества, потому что, выходя на сцену, допустим, если прошел какой-то определенный концерт, и я слышу положительные отклики об этом концерте, это, наверное, все-таки моя награда. И если я, допустим, выступаю с ансамблем, ансамбль, исполняя какое-то произведение, и это произведение нравится людям, то это все-таки и моя награда, и прежде всего ансамбля, потому что он смог преподнести, он смог донести до зрителя необходимую информацию, которая бы, естественно, ему понравилась. Я предлагаю вам еще один отрывок. Посмотрите с вашего концерта. Унимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Евгения Сергеевна, очень-очень замечательные у вас концерты, веселые, интересные. Слушайте, у вас столько грамот, столько наград. Расскажите о них. Ну, как бы... Красивую награду. Эти награды заработаны и мной, и коллективами. То есть мной заработан вот этот диплом. Это диплом международного конкурса «Яркий мир в городе Самаре». Я стал лауреатом первой степени. Также есть награды коллективов. Это ансамбль «Былина». Он в этом году стал лауреатом первой степени международного конкурса в городе Москве. И ансамбль, фольклорный ансамбль «Березка». Это очень маленький по возрасту ансамбль. Он с пяти до девяти. Ну, детки, можно сказать, только начали хорошо разговаривать. Ну, уже и поют. В общем, такие у нас таланты тоже есть. То есть вы еще и руководите ансамбль, обучаете вот эту фольклорную певию. Детки заработали. Это их первое выступление в этом году. Потому что коллектив был создан довольно-таки недавно. И то, что они принесли какую-то награду, это, наверное, большая заслуга им в первую очередь. И они стали дипломантами первой степени в международном конкурсе «Ритмы Рождества». Это, опять же, город Москва. Денис Сергеевна, успею попросить вас все-таки быстренько спеть. Видите, чуть-чуть отрывочек такой небольшой, капельный. Вот, споете? Шуточная песня называется «Блоха». Ой, да кво зеленым его бороду, Во высоком и терему, Да жила барня блоха, Заслая слилась вся голова. Да захотела, раз блоха, Да в банитьке помыться, Заставляет паука всем распорядиться. Тараканы баню мыли, Комары дрова рубили, Мухи селать селатили, Да натопили и жарко баню, Принесли блоху в диване. А блоха скок-скок-скок повалилась на полок. Да саугару блохо пала, На ушат боком попало. Переломила хребет, Ой, блохо стонет и орет. Ох, изуветилась, Да исколетилась. Без пальца нога, без мизинца рука, Без ума голова, да побежали Вошки-блошки-блохи за лекарством, Пока бегали они блоха, Околела кроты яму копали, Тараканы погоребали, Мухи плакали, рыдали. Хорошо, что околела, Всему миру надоело, Все живое переела, все! Спасибо вам большое. Так, Евгения Сергеевна, держите, У нас есть такая добрая традиция. Скажите пожелания на камеру Нашим телезрителям, Какие-нибудь хорошие слова. Ну, хотелось бы сказать Большое спасибо за приглашение, Потому что я эти приглашения Получаю не так часто. Я была рада присутствовать здесь На вашем эфире. Спасибо вам за добрые, Хорошие, теплые, можно сказать, Отношения. И хочу передать зрителям, Смотрите телеканал Кустанай, Чтобы и у вас было Все-все только хорошо, Чтобы вы были счастливы, И чтобы у вас Всегда в семье Все было только отлично. Большое спасибо за интересный эфир И за песни. Анастасия Серикова, До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok